Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Простое вере» и я ее ведущий, отец Назари. Есть такой стереотип о церкви, что это место только для пожилых людей, а молодым там делать нечего. И вообще говорят, что верить в Бога в 21 веке — это средневековье. И вот насколько это правда, и действительно ли молодежи тяжело найти дорогу к храму, об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, директором некоммерческого фонда «Детский и епархиальный образовательный центр» Ирем Дионисием Левиным. Отец Дионисий, здравствуйте! Отец Назарий, приветствую! Отец Дионисий, насколько правдивы и имеют, скажем так, основания, обвинения в том, что церковь далека от молодежи, что церковь несовременна. И вообще в церковь надо ходить только когда уже тебе будет много лет, и когда уже приходит время задумываться о вечном, задумываться о переходе в мир иной. Ну вот посмотрит молодежь на то, как мы с тобой беседуем за этим каменным столом. Мне кажется, мы максимально от них далеки сейчас. Но это шутка. С другой стороны, просто что мы вкладываем в слово «церковь несовременна, церковь не для молодежи». У церкви нет задачи быть для молодежи и быть современной. Потому что это с одной стороны. С другой стороны, Христос современен и актуален всегда. В каждый момент существования этого мира Христос современен, актуален и важен. Потому что Бог вечен, Бог вне времени. И в любой момент жизни человека и вообще существования этого мира Бог человека понимает, слышит и откликается ему. Поэтому, когда мы говорим с тобой про церковь, мы должны говорить просто про какие-то внешние факторы, которые в церкви, так же, как меняется мир, тоже, наверное, должны в определенном смысле меняться. Но опять же, насколько нужно церкви сбиваться в какие-то вещи, это очень многогранный вопрос, очень такой он сложный. Первое, и что главное нужно сказать, то, что место в церкви есть для любого человека. Не каждый приход, возможно, выстроен таким образом, что в нем будет комфортно людям любого возраста. Я приведу пример от обратного. Не каждому пожилому человеку будет комфортно в приходе, где много детей. Вот, например, на литургии стоит много детей. Это всегда шум, возня, телефон, отвлечение, плач, какое-то копошение. Будет ли комфортно на таком приходе помолиться монаху или вдумчивому пожилому человеку, который зашел вот, да, немножко и хотел бы уединения в молитве? Наверное, нет. Стоит ли ему после этого уходить из церкви и говорить, это церковь для непонятной детворы и детский сад, вообще уйду оттуда, да? Нет. Есть смысл пойти в соседний приход и посмотреть, может быть, там тебе будет комфортно, потому что приход — это место. Конкретное место с конкретными людьми, с конкретным священником. И то же самое наоборот. Если ты приходишь с семьей или ты молодой юноша или девушка, пришедшая на приход, а там приход выстроен так, что, ну, вы для себя не находите места, это не значит, что вам в церкви места не нашлось. Это значит, что есть смысл пойти в соседний приход. Наверное, в этом смысле сельскому батюшке сложнее, да? Вот я служу в городе, и я очень легко могу переадресовать прихожан, если им у меня некомфортно. Например, ты служишь в селе, и у тебя единственный храм, и тебе в этом смысле сложнее. Ты должен все-таки попытаться так, чтобы всем односельчанам было в этом приходе комфортно. Но, с другой стороны, тебе и проще, потому что все-таки село — это меньшее количество людей, это больше связей друг с другом, больше знакомств, и тебе не нужно выступать еще в роли человека, который всех объединил и познакомил. Они и так более-менее связаны друг с другом. Вот, поэтому в этом смысле церковь многогранна, как и многогранна наша жизнь. Вот. Другая часть твоего вопроса, насколько вообще молодые люди хотят думать о Боге и о вере, вот это, наверное, более сложный момент, потому что действительно в определенном возрасте молодым людям не хочется думать ни о Боге, ни о вере. Им хочется думать о чем-то другом, об оценках, об экзаменах, о девушках, о парнях, о каких-то увлечениях, развлечениях, о работе, о бизнесе. И вот как церкви донести до человека в этом возрасте, что в Боге ты нуждаешься всегда, а не только до 14 и после 25, да? Вот это, наверное, более сложная задача. И вот над этой задачей, да, церкви нужно работать. И доносить свет христовой веры не только до тех, кто до 14, да, на уровне младшей воскресной школы, и для тех, кто после 25, когда у тебя уже есть семья, там, дети, ты думаешь уже там о крещении и уже о том, как своего ребеночка в воскреску привести, да? А вот как донести до людей от 14 до 25, ну, это условно понятно, плюс-минус, да, что Бог из вашей жизни не уходит, и вам не надо забывать про Него, да? Как сделать проповедь актуальной, проповедь о Христе актуальной для этой категории людей? Да, вот это вот важный вопрос. И поэтому сегодня современная церковь нуждается в миссионерах. То есть мы можем подумать, что, ну, что миссионеры? Ну, вот они тогда были нужны, да, там, те, кто шли с проповедью к нуждающимся, да, услышать Слово Божие. Ну, может быть, сейчас вот африканская миссия, да, там, вроде бы, ну, в городах, ну, какая тут миссия? Что тут миссионерствовать? Нет, нужна миссия, нужна проповедь среди определенных, среди определенной категории людей. Это важно, вот. И да, в первую очередь, это подростки и это молодежь. То есть те люди, которые просто по уровню своей жизни немного начинают забывать про Бога, а может, и много забывать про Бога, да, да, и вот донести до них, что Бог из их жизни не ушел, да, это задача церкви сегодня. Денис, ведь на самом деле очень важный отрезок жизни, о котором вы сказали, формируется личность, можно сказать, закладывается фундамент вообще всей последующей жизни человека. И вот как вы видите миссионерство в современном мире для молодых людей, да, от 14 до 25, и что церковь вообще может дать молодым людям? Потому что, ну, вот когда говоришь о Боге, о церкви, говорят, а зачем? А что мне церковь может дать? А что, или там, я для себя там ничего не увидел? Мне церковь ничего не дала. Что мы можем, о чем мы можем рассказать человеку, или о чем мы можем поговорить, чтобы донести до него, что это действительно важный смысл, что Христос имеет смысл в его жизни? Как вы это видите? Я вижу это через очень грамотную работу в церкви с молодым духовенством. Вот, то есть мы знаем, что по церковным канонам, да, священником не может быть там человека младше определенного возраста. И мы знаем, что сейчас в целом священников рукополагают, раньше, да, то есть раньше там 30-ти скольки-то лет, да. И на мой взгляд, это хорошо. Может быть, это прозвучит не очень грамотно с точки зрения отношения к церковному наследию, к церковным канонам, но мне кажется, что для того, чтобы поговорить с молодым подростком, нужен максимально молодой священник, который еще не забыл, как он был подростком. Я в этом смысле немножко могу говорить опытным путем, потому что я был рукоположен достаточно в еще юном возрасте. Вот, в 22 года я стал священником. И даже сравнивая себя, 22-летнего и сегодняшнего священника, я вижу, как по-разному я строю диалог с молодежью и подростками. Сегодня я все более назидателен, сегодня я все менее терпим и терпелив. А тогда, ну вот это вот молодежное слово на одной волне, и молодым людям, и подросткам было гораздо легче и интереснее воспринимать то, что ты им говоришь. Но у этого есть одна очень важная проблема, что молодой священник может немножко потерять берега, и может немножко уйти в сторону и в проповеди, и в образе жизни. И в этом смысле с ним рядом должны находиться опытные священники. Я опять приведу в пример отца Павла Островского, который об этом говорил публично, поэтому я могу это повторять. Он говорил, что у него очень часто бывают семейные советы. Мы знаем, что у него отец священник, мы знаем, что у него брат епископ, мы знаем, что у него есть старший священник. И он говорит, что порой на семейном совете меня осаживали. Мне говорили, отец Павел, да, нет, вот это лишнее, вот это ты зашел не туда, вот это ты взорвался. Отдай это молодежному активу, да, там, молодым твоим подросткам, молодежи. Пусть они этим занимаются, ты в некотором смысле осуществляй такое духовное кураторство, да, но не привязывай себя к этому лично. Ну, то есть, и вот должен быть молодой священник. Ну, то есть, молодой священник, который с молодыми ребятами может говорить на одном языке. Мы с тобой как-то здесь вспоминали митрополита Антония Суржского, который приезжал в летний лагерь и играл, снимал подрясника, играл с детьми в волейбол. Понятно, что старцу это делать тяжело. И понятно, что сам факт молодого священника, играющего в волейбол с подростками, для этих подростков уже разрыв шаблонов. Я по себе это помню, когда возил детей в Крым на какой-то конкурс православный и выходил с ними на берег, на пляж, снимал подрясника, мы играли там в пионербол, в волейбол. То есть, я видел по глазам этих ребят, да, насколько для них это разрыв шаблона. Да, или когда даже сегодня я еду на самокате и обгоняю своих там родителей или прихожан, или ребят, которые еще не очень к этому, например, привычны, я вижу по их глазам, как это, по-другому они смотрят вообще на священника. Или, ну, есть и интересный другой пример в моей жизни. Когда я только рукоположился, я ездил на службу на роликах. Я еще, ну, был очень молодой, и у меня были ролики, не было велосипеда, и тогда еще не было электросамокатов. Я ездил на службу на роликах. И такой более опытный священник из Кафедрального собора мне сказал, батюшка, сколько тебе лет? Давай все-таки не на роликах, пожалуйста. Потому что я бы прямо во двор Кафедрального собора на роликах заезжал. И как бы вот на литургию стекаются прихожане, и батюшка заезжал. То есть, вот все-таки, с одной стороны, должна быть молодость, какая-то вот такая честная, открытая энергия, идущая от молодого священника, и рядом опытный священник, который этому молодому может что-то аккуратненько подсказать. И вот такое вот соработничество, оно, на мой взгляд, способно дать наибольшие плоды в проповеди именно вот в этой возрастной категории. А те, Денисия, а что церковь может дать молодым людям? Что она может им предложить? То есть, вот ваше видение именно проповеди не заняется? Смысл жизни — это главное. Это главное. Потому что это главное, о чем забывают люди в этом возрасте. Это главное, из-за чего происходят все проблемы в этом возрасте. Потому что если... Ну, просто банальные примеры приведу. Если для тебя в этом возрасте главным становится зарабатывание денег и бизнес, ты будешь идти по головам, ты будешь делать несчастными других людей, ты можешь кого-то разорить, ты можешь на ком-то нажиться. Для тебя нет берегов. Эти берега тебе способны определить только церковь. Не закон. Закон тоже, но... Мы все прекрасно понимаем, да, как порой его обходят. Именно церковь, именно нравственные рамки внутри тебя. Кто тебе о них расскажет? Только церковь. Если ты молодой подросток увлекаешься, да, там, и у тебя одна подруга, вторая подруга, третья подруга, и ты не понимаешь, как ты делаешь им больно, например, расставаясь с ними, да, кто тебе об этом скажет? Только церковь. Так это вот как раз и отталкивает молодых людей. Они постоянно говорят о том, что там рамки, там какие-то ограничения. Это вот этот вот максимализм юношеский, что свобода, все дороги открыты. Это смотря, как ты им об этом рассказал. Это смотря, как ты им об этом рассказал. Конечно, очень многое зависит от того, какое воспитание в них было заложено до этого, родителями и там же на приходе, если это были люди воцерковленные. Но все-таки не зря святые отцы говорят, что душа по умолчанию христианка. Голос совести заглушить можно, убить его в себе нельзя. Молодой священник, показывающий, пример красивой, современной, интересной жизни и при этом имеющий одну жену, не изменяющий, имеющий детей, показывающий какой-то образ жизни, он в определенном смысле является примером для молодого человека, как можно интересно, ярко жить и при этом быть нравственно чистым, слишком пафосно. то есть иметь определенные рамки этой нравственности. Да, дай Бог, конечно, чтобы нам Господь дал и мудрость. Чем больше священник говорит назидательно, говорит вот так делай, а при этом сам живет по-другому, или вообще не показывает свою жизнь. Вот я приводил, я уже, по-моему, об этом рассказывал. Мой дом открыт для моих детей. Я зову их в гости. Они приходят ко мне на Рождество, на калятки, на день рождения матушки. Я не стесняюсь скромности, с которой мы живем. Я не стесняюсь приехать в храм на самокате, потому что у меня нет машины. Я не стесняюсь на велосипеде поехать поразвозить доставку, если у меня есть такое желание и потребность. Это видят окружающие меня дети и подростки, и это складывается в один единственный образ. Но этот образ искренний и честный. Если ты будешь говорить подросткам правильные слова, но при этом ни разу не пойдешь с ними погулять, ни разу не пригласишь их к себе на чашку чая, и вообще, в принципе, ни разу с ними что-то вместе не поделаешь, они будут чувствовать фальшь. Это очень важно, чтобы то, что ты говоришь, и твой образ, они складывались в одно. Тогда все будет получаться. Денис, я слышал, у вас история была интересная, связанная с доставкой, и с ребятами, с подростками. Могли бы вы рассказать об этой истории? Да, это было очень интересно. На самом деле, конечно, доставка не является для меня потребностью в плане жизни. Это скорее... И даже не миссионерство, потому что езжу я не в подрясники. Я пока еще не придумал, как это сделать. Скорее, это просто попытка немножко побыть в этой шкуре, немножко почувствовать атмосферу, покататься на велосипеде, ну и просто немножко менять себя в разных тональностях, что ли. Вот так это у меня выстраивается. И один раз вечером я катался на велосипеде с рюкзачком, развозил доставку, и выхожу из супермаркета, нужно вести, значит, заказ, и вдруг слышу знакомые слова. Стоит куча молодых... Группа молодых ребят, подростков, и они говорят какие-то знакомые мне слова. Я слышу слова «церковь», «яблочный спас», значит, «священник». Я остановился, снял наушники, слушаю. Разговор о том, как к ним в класс приходил священник. И время часов 10 вечера. И вот это такая картина, окраина нашего города, прям окраина, металлург, такой суровый металлург. Супермаркет, 10 вечера, и группа подростков, которые спокойно, даже они не курили и не матерились, просто спокойно разговаривают на такие темы. Вот. И я не нашел ничего лучше, чем честно им сказать, «Ребята, слушайте, я услышал знакомые слова, я священник православный, мне очень интересно, может, поговорим немного, как бы у меня дела особо нету». Но надо было видеть их глаза. То есть надо было видеть их глаза в этот момент, такого, да, когда курьер вдруг представляется православным священником. Ну, это было очень, очень, очень здорово. И мы постояли, поговорили минут 15, они рассказали о том, что да, к ним в класс приходил священник, беседовал, у них были какие-то вопросы, на какие-то вопросы он ответить не успел, они адресовали их мне, мы постояли, пообщались. Было здорово, было здорово. Можно назвать это живой проповедью? Наверное, в этот момент, да, это как-то вот случилось. Вот. Но мне понравилось другое, когда я сам приходил уже в школу как священник, как старшеклассникам, это были девятиклассники, и мы с ними разговаривали, я отвечал на вопросы, и потом мне в социальной сети один девятиклассник написал, что батюшка, это было очень круто, я теперь по-другому посмотрел на церковь. То есть, да, разговор, общение, живая проповедь, это неизбежно приносит плоды. Очень важно, чтобы не было фальша. Дети очень быстро чувствуют фальшь, и молодежь тоже. Ну, не надо фальшивить. Я запомнил фразу одного священника, который учил меня еще, когда я был семинаристом. Он говорил очень прямо, он говорил, если вы не можете по-другому, да, то есть, если вы в чем-то несовершенны, ну, в кавычках несовершенны, да, то есть, есть какие-то косяки в вашей жизни, как священника, когда вы священниками станете, идите к кому угодно, только не к детям. Идите к врачам, к учителям, к силовые структуры, ну, то есть, проповедуйте, к кому хотите, только не идите к детям, потому что вы кому угодно можете соврать и напустить на себя какое-то благообразие, но дети эту фальшивсть читают моментально. Поэтому вот к детям нужно идти открыто, и если ты в чем-то косячишь, ты должен быть готов перед детьми это тоже признать. Ну, либо просто к ним не надо тогда идти. Те, Дениси, и, скажем так, вот последние два вопроса, они будут связаны тоже с детьми, но уже совсем маленькими, совсем с младенцами. Есть такой, ну, это не назвать стереотипом, это заблуждение, скорее всего, что детей нужно крестить, насколько это возможно, раньше. То есть, вот, чем раньше, тем лучше. И когда спрашиваешь, а почему вы хотите пораньше покрестить ребенка, он сразу говорит, ну как, чтобы ребенок не болел, чтобы ребенка не сглазили. И третий, как бы, вот, добавочный, еще лучше, если ребенку дать вообще второе тайное имя. То есть, при крещении взять другое имя, особенно вот я раньше жил в Средней Азии, там вообще это было распространено, когда люди крестились и брали второе тайное имя. Другие были смыслы. Возможно. То есть, насколько вообще правильно такая мотивация у людей перед крещением своих детей? И насколько правильно люди рассуждают, когда говорят, что надо крестить пораньше детей? Ну, не знаю. Может быть, мы как-то вот... Действительно, город-деревня. У меня в городе наоборот. В основном люди хотят позже крестить. Вот даже буквально недавно ко мне приходила мама, хочет записать ребенка к нам в детский центр. Вот. Сама она, значит, с супругом... Сами они с супругом католики. Вот. Ребенка не крестили, ждут, пока вырастет, сам какие-то для себя примет решения. И вообще, я гораздо чаще сталкиваюсь именно с тем, что люди хотят крестить попозже. Желание крестить ребенка как можно быстрее – это отличное желание, это правильное желание, потому что, с одной стороны, да, ребенок лишается радости получить знакомство с церковью в осознанном возрасте. Я, кстати, один раз прочитал это у одной девочки-подростка, которая сказала, что вот это великая радость в подростковом возрасте осознанно принять крещение и осознанно поверить в Христа. Да, это правда. Это правда. Радость осознанной встречи с Богом – это великая радость. Но, у этого есть одно «но». Все эти 14 лет она не причащалась. Все эти 14 лет человек был лишен возможности общения с Богом. И если семья верующая, и в семье люди, родители причащаются, такое отторжение ребенка, ну, оно просто даже на эмоциональном и даже физическом уровне просто болезненное. Другое дело, что если мама с папой в семье не причащаются, или вообще неверующие, или придерживаются там другой религии, ну, крестить ребенка в православии – это, конечно, абсурд. То есть, полнейший абсурд. И вот все, что ты сказал, чтобы не болел, чтобы там был защищен и так далее, это, конечно, бред. То есть, крестим мы не для этого. Мы крестим для того, чтобы ребенок имел радость общения с Богом в церкви. Но эта радость и это общение возможно только если мама с папой в этом общении живут. А если мама с папой, пусть даже крещеные, но в храм не ходят, ну, тогда крестить ребенка какой смысл? Только если для родителей, опять же, это будет каким-то вот стимулом вместе с ребенком, да, прийти в церковь и начать жить церковной жизнью. Вот. Поэтому... Ну, а про второе имя даже комментировать не хочу. Мы крестим с одним-единственным именем, один-единственный раз на всю жизнь. И с тем именем, с которым ты крещен, ты, собственно, и живешь. Атих Дионисий, и есть диаметрально противоположная точка зрения, в том числе и среди верующих людей. И об этом, если я не ошибаюсь, даже говорил профессор Осипов о том, что, наоборот, детей крестить не нужно, что ребенок вырастет сам, вот будет ему 18 лет, там и старше, он уже сам осознанно, добровольно примет решение. И что один из аргументов якобы крещения детей — это навязывание веры, и якобы мы лишаем человека выбора тем самым. Насколько правильно не крестить ребенка, а давать ему возможность самому определиться, когда он станет совершеннолетним, взрослым, и принять решение? — Тогда церковь должна принять решение по двум смежным вопросам. Первое — это вопрос смерти вне церкви. Мы знаем, что детская смертность, об этом просто болезненно говорить, но она очень высокая. И причину этого много, от несчастных случаев до всевозможных историй. То есть церковь должна принять тогда вопрос, а что мы делаем с ребенком, который был не крещен и был вне церкви после его смерти. И это сложный вопрос, потому что с взрослым человеком он однозначен. Мы такого человека не отпеваем, да, такой человек как бы за границами церкви. Но если мы ребенку предлагаем, точнее родителям предлагаем осознанно ребенка не крестить, что мы будем делать, если он умирает некрещенным? Это первый вопрос. И второй вопрос, что мы делаем с необходимостью участия в Евхаристии? Мы взрослым людям говорим о том, что Евхаристия — это центр религиозной, духовной, церковной жизни, и что, приходя на литургию, вы приходите ради Евхаристии. А что мы говорим тогда детям? Ради чего им приходить на службу? И приходить ли вообще? А если не приходить, как они узнают о Христе? Из каких-то смежных, простите за слово, тусовок около церковных? Но это совсем не то. Во всех даже вот этих вот смежных историях священник будет говорить о главном, о Евхаристии, о Христе. А что мы тогда будем говорить детям до 14 лет у Евхаристии, о Христе? Поэтому я позволю себе не согласиться ни с Осиповым, ни с теми, кто придерживается такой точки зрения. Тедяниси, спасибо за интересную беседу. Будем трудиться. Мы сами священники над тем, чтобы найти общий контакт с молодежью, с подростками. Стараемся быть достойным для них примером. И будем надеяться, что сами ребята молодые будут думать не только о вещах насущных, но и, самым главным, о смысле жизни и найдут свой путь ко Христу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok